ситуация мы сюда приехали с лафетой 10 часов мы сюда приехали нам сейчас говорят что как бы ну нам нужны деньги на фильм это очень стрёмно выглядит один хороший удар дышло и он отлетает и все все ёпта у меня сердце ёптой просто почти 90 тысяч баксов туда сюда же ездить в общем приходить на youtube раз полгода это наша с ним традиция с ростиком видос будет называться как выглядит миллион за сутки ничего обучениенет показывать будем просто лайв стараться на камеру не буду просто посмотрим если сложится видос сложится не сложится не сложится если будет складываться и вы будете смотреть а так быть чаще что поехали ростик мы короче будем первый раз у нас нету категории羅 ни у кого ни у оператора категории он ни разу в жизни не ездил с прицепом я ездил ехать туда один часов Обратно 14. В целом поехали. За миллион. Я в зал хожу. На пиздякать я ебу. Ты писался. Ты писался в историю жестко. Я люблю такие трипы. Но это на самом деле поездка. Это безопасно вообще? Вот здесь все вы проверили? Это безопасно вообще вот здесь. Это поездка исключительно, потому что мы не знаем поставщика. То есть у нас есть машины с Китая, которые везутся напрямую. А это, короче, попозже в видосе расскажу, почему. Мы не знаем поставщика. Надо ему отдать деньги в руки, с ним подружиться, чтобы потом мы будем уже через следующий недель 5 машин ее покупать. чтобы коннекты уже самим туда не ездить. Но изначально надо все проверить. У нас темка мобиль, видишь? Я понял. Темка мобиль. Кое-сколько бак литров? Да хуй его знает. 90-ка. Но жрет он, мы почти не материмся. Чего? Не, ну реально, я хочу меньше материться. Начало было такое. Эмоционально. Да, ну это я подумал. 20 минут посидел по поведению. Мы возим машины с Китая напрямую. Они идут 50 дней. Здесь у нас происходит мутка. У нас есть цена выкупа в автосалон машины. Есть машины в Беларуси. Я думаю, об этом многие знают. В Минске. То есть туда привозят оптом машины. И в общем, есть неплохая вилка между ценой в Беларуси и при выкупе в салон. В общем, вот это мутка у нас и происходит. И поскольку тот контакт нам неизвестен, мы никогда не рискуем. Мы сейчас поедем, познакомимся с человеком. Купим у него первую машину. Договоримся о спецусловиях. И на следующей неделе сразу купим уже 5 машин. Так же самое. Сразу в салон. Но объясню сразу, почему мы не берем всегда там машины. Потому что разница в марже ну, грубо говоря, сколько? Ну, в два раза. То есть, грубо говоря, здесь там так похуй. Будем называть цифру. Там 10 тысяч долларов, там 25 тысяч долларов с машины. Поэтому вот. Поэтому я и назвал, что миллион рублей. Там долго. И поэтому мы как бы все деньги впихиваем туда, ждем, продаем и параллельно возим сюда. Вот так за три года мы с Рыжим и стали снимать видосы стоимостью в 1 миллион рублей. Так скажем, отпуск оплачиваемый. Ну, это реально, кстати, миллион рублей. То есть, многие кто-то показывает там, мы поехали оплачивать то, то. Мы покажем реально как есть. То есть, вот реально мутка. Я покажу вам, ну, с цифрами. Я, конечно, очковать стал. Я вырос и перестал там выкладывать деньги и все остальное. Потому что я реально очкую вот этой истории. Но здесь расскажем с цифрами, чтобы было просто понятно. Я могу рассказывать, я знаю точно, что половина из вас не сможет этим заниматься. А даже если будут выкладывать в Инстаграм, что они продают машины, мы вот столкнулись так. То есть, человек пишет, я продаю машину. Когда мы ему задали вопрос, он ничего не знает. Ну, то есть, просто продают воздух. Хотят скрестить продавца и покупателя и на этом получить комичность. Так не бывает. В итоге у нас немножко пошло не по плану, потому что мы хотели приехать, забрать машину и сразу уехать обратно. Но в итоге чувак говорит, что машина только сейчас додомаживается. И в 2 часа я загружу с таможни. Ну, и то есть, вот он ему снял паспортные данные, он подготавливает ДКП и только тогда мы едем обратно. Сюда мы доехали за 10 часов, ну, с прицепом. 100, да, 120 мы ехали. Обратно, я думаю, будем ехать часов 16. Что это будет напряжно. Мы обленились. Раньше я бы за такие деньги вообще бы не ныл. Сейчас я такой, типа, ужас. Ну, хотя это нужно. Ладно. Тоже тяжело. Ты спал, да? Ну, часик. Я так 30 минут. Рыжи, вообще, он как будто на героинь ему пахнет. Ну, честно говоря, это мой первый опыт езды с прицепом. Так-то по трассе ези, но парковаться это... Ну, чуть, блядь, не сделаем зарядку. Я во всю дорогу говорил, что этот опыт, это еще пока вообще херня. С пустым прицепом ничего не понимаешь. Я вот говорю, ездил с двумя квадриками и с катером 3,5 тонны. И вот с катером 3,5 тонны я ездил на озера в Краснодарске, я запомнил на всю жизнь. И вот мы сейчас поем с машиной 3,5 тонны. И это я могу сказать. Он запомнит это на всю жизнь. Это очень тяжело, потому что, ну, инерция бешеная, 200-ик сам по себе жидкий. Короче, это прямо... У нас есть запасной план. Если что, я сяду в Ли-9, блядь, поеду на нем. А я буду ехать вот так. Я запасусь нюсом, блядь, электронками, буду педалить часов 16. Это не вкусная точка, а мак.фай. И изюжший видеоблог. В общем, вот так картинка наша выглядит. Там 6 часов сидеть, 10 часов отъехали, и 10 часов сидеть. Да, смотрим индикатор. Такой видеоблог миллионеров, пацаны. Страшный видеоблог. Сидим, продаем воздух, не разбираемся в тачках, ими особо не торгуем. Это вот настоящая жизнь. Да нет, в принципе, вообще историю, как выглядит. Вот вы все думаете, что это так легко? Да, я начинал видос, думаю, миллион. В итоге, в общем, мы приехали сюда 8 утра, время сейчас 2. На улице 30 градусов жиры, мы не спали. Пошли пообщались с человеком, чьи машины. В общем, история такая. Человек, китаец, говорящий по-русски, живущий в Минске. По сообщениям говорит, 84 тысячи долларов стоит машина, 400 долларов комиссия за то, что деньги на фирму. Мы такие, хер с ним, давай. Мы говорим, у нас наличка. Мы сейчас приходим, нам говорят, дорогие, типа, надо пойти деньги положить в банк. Банк такую сумму не принимает, если ты там не можешь отчитаться о доходе. Ну, логично, что, ну, как бы, нам в Беларуси это не сделать. То есть, получается ситуация. Мы сюда приехали с лафетой, 10 часов. По сообщениям мы должны были ввести наличку доллар. Мы сюда приехали, нам сейчас говорят, что, как бы, ну, нам нужны деньги на фирму. Вот так бывает. Ну, сейчас будем как-то решать. В любом случае, отсюда мы без машины не уедем. У нас был как-то раньше китаец в Питере. Он, кстати, сейчас есть, Мондо такой чувак, если ты сможешь прийти. Общение с китайцами, это отдельный вид искусства. Они очень хитрые. Вот мы сейчас были час. Я пять раз спрашивал, говорю, давайте договоримся насчет машин оптом. Я говорю, какая цена будет от четырех машин? Давайте потом. Я ему говорил это по телефону. Он говорит, давайте лично. Я ему сейчас пять раз задал, задал его партнерам. Китайцы очень хитрые, и с ними нереально строить бизнес. Допустим, на машине коснут диск. Ростик ему говорит, давайте дискаунт. Ну, блядь, как бы мы приехали. То есть отношения похабные. Мы к ним приехали с деньгами. Чуть-чуть, ну, то есть, типа, опять же, про дискаунт слова нет. Короче, блядь, одно скажу. Исходя из всего этого, можно понять тот сервис, который я даю с Ростиком в Питере. То есть, ну, я не знаю, я об этом не рассказывал, я не снимаю YouTube. Когда у нас машина приходила с Германией с косяком, вот там, и причем с косяком, не повреждение. Машина была, да, Макан был на Пнеме, богаче. Мы отдали 300 тысяч компенсаций за то, что человек не хотел. Только потому, что просто он это не хотел. Это была машина лучше. Как бы все остальные строят бизнес, ну, вообще, на поебать. То есть, я человеку говорю, мы готовы у тебя там на 400 тысяч долларов купить машины следующие. Блядь, я хуй знаю, кто он вообще относится, а как будто мы приехали, какие-то хуепуталы, на которых насрать. Не, ну, реально, я хочу меньше материться. Короче, меня это очень раздражает. Я понимаю, что вот в Питере мы даем класс сервис, потому что все вопросы мы решаем подключить. К нам приходит клиент, и он вообще ни о чем не думает. К нам бывают люди приходят, вот даже скажу, я не знаю, нам вот приходят, говорят, тут у меня машина, и больше нихуя. Говорят, ну, мне надо сделать вот это. И мы, блядь, и заебнемся, мы это сделаем. Причем мы за это заработаем, вот. А тут к нему люди приехали с деньгами, блядь, говорят, вот машина, вот документы, вот договор на деньги, иди сам ебись. Тупой. Все. Заебал меня. Интересно в том, что машину хотим купить мы, а его проблему решаем тоже мы. И все варианты, которые мы ему сейчас предложили, он пошел это, блядь, прорабатывать. То есть, как бы, им вообще насрать. Они сами, блядь, не готовы думать вообще никак. Короче, вот такое отношение. Купить машину в Белоруссии, тут еще тебя могут нахуй под... Там единственное, ничего не понятно, что написано. Нам сейчас, получается, эта машина, вот, как я уже ранее сказал, намутку, на ней особо не потыкаешь. Сейчас через две недели наши машины придут в первой партии. Интересно потыкли бы. Бля, ебать, мы заебались. Там такая фигура века была, пиздец. А говорят, блогеры ничего не могут, да, руками делать? Я понял, почему говорят, что и пизда придет. Дай камеру. Куда? В общем, да, вот так машина выглядит снизу. У нее все открыто. Опционально можно поставить защиту днища. Сейчас в город приедем, поснимаем полноценный обзор. Познакомились с поставщиком. Будет у нас теперь из Китая, из Белоруссии. Вот такая вот история. Впереди нас ждет еще 16 часов дороги, я думаю. Хоть пацаны говорят и меньше, я уверен, что 16. Мы выезжаем не то, что сегодня. Сейчас. Так, и камерой пользуются, конечно. Очень ужасно. Но мы... Короче, видос такой, он может и не выйти, да, он такой, типа, любительский, домашний. Мне кажется, может, знаешь, типа, в портфолио просто самому посмотреть, как мы там ебались. Давно мы не ебались уже. Обычно сидишь дома, продал там все, как-то кто-то возит. И, кстати, вот еще. Помните, в начале ролика я сказал, что видос на миллион с учетом потерь транзакций уже не миллион, а уже 800? А еще куча сложностей. То есть раньше мы думали... Ну, короче, были фантазии одни, есть теперь другие, реально. Очень сложная оплата, потому что люди работают по юрлицу. И деньги им нужны на юрлицу, а не наличка. За счет этого очень сложно. Какие прогнозы по времени до дома? Мне кажется, часов 12. Мне тоже кажется 12. Мне кажется, не 16. в точку. Ну, все равно режим будет сбит. Режим сна? Надо заехать поесть и, блин, ну, типа хрен знает, как машина поедет. Типа, Land Cruiser-то не новенький, старенький. Главное, чтобы он выдержал, так сказать. Я думал, он меньше. Да, он реально здоровый. По сравнению с Land Cruiser-ом он, типа, больше, блин. Бля, ибать, хорошо, что я позвонил отцу старшему. Ты включил, да? Да. В общем, у нас проблема. Короче, позвонил бате. Мы по неопытности не знали. Смотрите, какой у нас фарпоп. Он на двух болтах. То есть, это фарпоп возить квадроциклы. У нас сейчас прицеп 700 и машина 2600. Мы поехали, начали раскачивать. Думали, что машина, ну, ловит дисбаланс какой-то. Неправильно поставили. Позвонил бате. Батя у меня опытный в этом деле. И он мне сказал в лоб. Говорит, вы что, ебанутые? Быстро снимаете машину, типа, и как бы, ну... Иначе она... Иначе, да. Короче, грубо говоря, грубо говоря, один хороший удар вдышло, и он отлетает, и все. Поэтому мы... Вот вам, пацаны, кстати, касаемо бизнеса. Вот сейчас мы позвонили примерно 80 тысяч. Это что, эвакуатор или автовоз? Это эвакуатор до границы, и второй эвакуатор с Питера с границей. Соро. Ну, 80 тысяч рублей, короче. Вот сейчас минус у нас образовывается. На машине ехать нельзя, она, понятно, должна быть с минимальным пробегом. Поэтому, собственно, вот. Ну, выглядит, честно, когда я вот минуту назад вышел и увидел, я подумал, это очень стрёмно выглядит. Я вах, как она выдержала, когда он заезжал, и она так прогнулась, типа, сильно. Я об этом думал, что сейчас, когда будем съезжать, как бы машина не отъеднула. Я даже, если честно, видишь, машина не моя, я не обратил внимания. Так-то я тоже все это хуйняш знаю, я знаю, как выглядит. Я тоже знаю, как выглядит, да. Многие поймут, вот, допустим, у тундры, вот такие, там прям к раме, и там есть такой квадратный вход. Туда вставляется, потом у съемная, короче, там прям, ну, такая, блядь, как это, не арматура? Профиль. Профиль, да, такой плотный, сантиметра 2. Иди, да беги, ты же видел эвакуатор ездит, что ты не спросил-то? Ну, второй ездит. Тысяча долларов, ты что у нас получается, 95 тысяч рублей, да? Ну, да. Немало, блядь. А нет знакомых таких, может, автовоз идет, может, одной не хватает догрузить, не? Все хватает, как раз. Бля, если большую. На Питер как раз эти, все собирают по три такого, ты не хватит. Может, у кого фаркоп есть? Я тут, что, никак, не качу, у вас. Я сломался фаркоп. Ладно, что, спасибо, будем. Открой окно! Окно открой! Съезжай, ровно, нормально. Давай, давай, быстро, да, съезжай, все, ровно, прямо едь. Этот крузак не обосрался. Крузак не обосрался. Ну, блядь, ты видел? Я видел, да, я снял, да. Ураком. Это такой, около домашний, не знаю. Может, он выйдет, может, нет, но это просто такая история лютая. Она лютая в наших глазах. Если смотреть на YouTube, это неинтересно от слова совсем. Типа, мы показываем людям, мы выехали, мы погрузили, мы не погрузили. А поэтому, сколько говна произошло за все это время ужасно. Но могу сказать одно. Я себе куплю такую тачку и Ростик себе купил такую тачку. Ты в шоке же, скажи честно. Да, не, тачка крутая, 100%. Я прям даже хочу купить себе только для того, чтобы выставить в инстуле и сказать людям, просто придите, потрогайте. Ну, как бы это и для продаж хорошо. Полное сердце ёкает, просто почти 90 тысяч баксов туда-сюда шевелить. Главное, да, есть такой момент, что ты думаешь, что все, облегчение. Впереди просто еще косарь. Мы как бы когда сюда ехали, думали, все, самое сложное позади, нихуя. Сейчас еще косарь, но единственное, поеду я за рулем, Рыжий за прицепом никогда не ездил. Он очень очкошник, он там, блядь, кочка, ой, ай, лес, блядь. Я не поеду вдруг лось, я буду ехать нахуй, 130-140, мне похуй, блядь. По Сибири шуршал с 18 лет. Так вот, в 20 лет на М4 всю Россию проехал на винтах, поэтому... Ребят, я пристегнусь. Да нет, в этом плане у меня опыта побольше, поэтому поеду я, ну, вреди разумного, конечно, аккуратно, но просто быстрее гораздо. Потому что Рыжий тут был момент, он ехал за автобусом, автобус ехал в 60, он ехал в 2 часа за ним. Он говорит, он местный на дороге снять, я говорю, блядь, блядь. Он местный по навигатору едет с нами. Да. Поэтому все, дальше вас ждет, может, какие-нибудь ставки там, дороги просто, потом возвращаемся. Сейчас время 8.30. Вечера. Я думаю, в 9 утра мы будем его снимать, в 9-9.30 утра мы будем его снимать у меня дома, на паркинг, спать, на мойку, на СБГТС, и сразу машина на продажу. В общем, прошли уже целые сутки, как эта машина в Питере, мы ее помыли, подготовили. Могу сказать одно, по этой машине нереальный бум. Буквально прошли сутки, еще раз говорю, уже три машины по предзаказу продано, то есть всем нужно ее только пощупать. Скажу свои ощущения, вот я проехал на ней 100 километров, я себе уже заказал такую машину через 100 километров. И скажу так, сейчас много рассказывать не буду, потому что нужно все-таки купить свою, показывать, курочить, там что-то с ней сделать. Но за свои деньги вам ни одна марка немецкая не даст такой уровень. То есть, опять же, дальше уже покажу, но столько количества кожи, опций, там, массажей, подогрев шести сидений, обдув шести сидений, холодильник, пневма нереально комфортная. Из того, что я заметил, офигенно работают ассистенты, классная музыка, там сколько-то 12 колонок, что такого еще. Я там очень много всего, то есть машина очень умная, я с нее в восторге. И эту машину достаточно легко продавать, скажу так, она сама себя продает. Вот я вчера в ЖК поставил ее в паркинг, написал там в общий чат, что говорю, ребят, кто хотел, спрашивал, посмотрите. Две машины сразу же тоже, хоп, под бронь улетают, которые у нас придут. Поэтому, ребят, такой чисто спонтанный, лайтовый ролик, как мы съездили, приобрели машину в Беларуси из наличия, чтобы таскать из Китая, если надо быстро, из Беларуси. Ну и, в принципе, просто ради общего развития вам посмотреть про китайский импорт. А так я себе куплю тачку такую и постараюсь уже с ней что-то поснимать. Потому что она мне реально дала огонька. Очень крутая машина. Ну, прям. И самое страшное, самое страшное, что она мне нравится внешне. На камеру, когда вы смотрите, вы, может, не понимаете. Но что я, что Ростик, что вот Антон, который снимает, все говорят, что она очень красивая. Я, она реально очень красивая. Но я себе хочу зеленую на оранжевом салоне. Поэтому, при этом просмотра, думаю, опять это никто не посмотрит. Но поехали ее продавать. Кстати, вначале искал ролик на миллион. Чистой прибыли получилось у нас Ростиком по 400 тысяч, то есть 800 тысяч рублей. Это с учетом нашего проеба в виде, то, что вы видели, Лафета, она уехала на эвакуат. Вот. Знаете, курса внизу нету, но просто вы посмотрели, как я заработал 400 тысяч за два дня. Машина приехала, сразу же уезжает в Аксель за некую сумму. Их я говорить не буду. Ну, а мы поехали получать наши скита и еще раз в Белоруссии покупать 4 машины. Ну, там уже не поедем, будем деньги переводить безналом. Опа, они домой. Кто хочет заработать деньги, пишите в Дирек. Нет, там я ничего не расскажу. Могу только здесь вот так показывать, как это выглядит, а контакты я не дам. Все, поехали. Надо зарабатывать деньги, надо ее отвозить уже, потому что пацаны ждут. Ага, ты занешь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok